Девушки отдыхают Командир, в управлении только что явился раненый человек. Говорит, что у него для вас важные сведения. Раненый? Где он? В приёмной. Цуичан, что случилось? Господин. На меня напал бродяга. Я был серьёзно ранен. Думаю, это предатель. Цуичан. Цуичан! Господин. Этот человек из стражи Шиньбу? Верно. Его псевдоним Сяньши. Он упомянул бродягу. Это же ещё один шпион. На нас открыли охоту. Судьба Сен-Эр и Танзи неизвестна. Кажется, тысячелезвий хочет перебить нас поодиночке. Неужели Сян-Эр с ней всё хорошо? Тысячелезвий никогда не прячет трупы. Вайцин. Надо обыскать трущобу Нанчена. Найди того бродягу. Его зовут Дзядзин. На лице чёрное родимое пятно. Слушаюсь. Сябай, ты не должен отходить от меня ни на шаг. Ты понял? А что? Думаешь, я нужен тысячелезвий? Раньше они боялись действовать. Но теперь, когда подмена раскрылась, их больше ничего не сдерживает. Я понимаю. Сяньши мёртв. Бродяга нас предал. Сяньяры, Танзи пропали. Чэн Фэн тоже исчез. Что? Я послал его предупредить разведчиков. Он так и не вернулся. Раз бродяга нас предал, торговцы союза Цин Лун могут последовать его примеру. Кто же стоит во главе тысячелезвий? Адси. Стража Шиньбу давно за ними следит. Неужели нет никаких подсказок? Тысячелезвий появилось в период рассвета Стража Шиньбу. Отец не раз с ними сражался. Он понял одну вещь. Что же? Они занимаются разбоем и убийствами. Но на самом деле, их главная цель – Стража Шиньбу. Хочешь сказать, этот клан основали, чтобы противостоять управлению? Тогда выходит, что все дело в ненависти и мести. Стража Шиньбу сражается во имя справедливости. У нас много врагов среди знати. Но нам не удалось выяснить, кто всем заправляет. Однако, отец когда-то сильно ранил их лидера. Думаю, рана была смертельной. Во главе клана сейчас должен стоять кто-то другой. Смерть отца. Этого они добивались. Отцы, не волнуйся. Я его выманю. Мы остановим их и отомстим за отца. Сяубай, вы должны быть осторожны. Я не смогу вас защитить. Так что глядите в оба. Не бойся, я сам защищу и Стражу Шиньбу, и тебя, дорогой братец. Позволь напомнить, что я родился раньше тебя. Про лезвий за очереди, да и вообще, какие из нас братья? Спорить не стану. Ничего не слышу. Тра-ля-ля-ля-ля, ничего не слышу. Хватит уже, вы как маленькие. На нас тысячи лезвий охотятся. Господин, почему бы просто не убить его? Глупая. Просто убить это так скучно. Я найду всех, кто дорог Ли Чэн Ци. Схвачу их. И убью одного за другим. У него на глазах. Только тогда я утолю жажду мести. Я уже подготовила ловушку. Долго вам ждать не придется. Хорошо. Можешь идти. Да. Ли Чэн Ци. Посмотрим, как долго ты сможешь прятаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!